Загитова, Трусова и другие не выйдут на международный лед до конца 2020 года. Многим федерациям это выгодно, тренер Александр Жулин еще в начале мая сообщил, что многие спортсмены не собираются менять программы и часть из них оставят короткую или произвольную, так как в ушедшем сезоне некоторые танцы были показаны всего 3-4 раза. Также он уточнил об очевидности отмены многих международных стартов и бессмысленности постановки новых программ. Тогда над ним посмеялись, но его слова оказались пророческими. Официальный совет ИСУ состоится только в понедельник, в 6 июля. Но уже сейчас в СМИ появилась информация, что этапы Гран-при будут отменены. Причина проста, многие страны не хотят проводить международные турниры, якобы опасаясь за свою безопасность. Отметим, что пару юниорских этапов Гран-при уже отменили и это только напрягло ситуацию еще больше. Хотя Александр Коган пока старается всех успокаивать тем, что он никакого официального письма из ИСУ еще не получал. Но все и так понимают, к чему идет дело. Некоторые иностранные издания выдвинули версию о том, что некоторые этапы Гран-при даже хотят бойкотировать. В частности, в России. Спортсмены и их федерации не хотят подвергать себя риску и принимать участие в стартах на территории данной страны. Обсуждается также версия того, чтобы отменить традиционный этап, кубок Ростелекома или дать принять этап другой стране, в которой более благоприятная эпидемиологическая ситуация. Так и получается, что одна из сильнейших сборных по фигурному катанию может пролететь мимо всех крупных чемпионатов. И ведь это выгодно многим федерациям, так как квоты на Олимпийских год будут разыгрываться именно в будущем сезоне. А вы, как думаете, отменят или нет этапы Гран-при и какие шансы того, что российских спортсменов могут вообще не пустить.